Всероссийский географический диктант. В воскресенье добровольный экзамен сдавала вся страна. Хабаровчане проверяли свои знания в аудиториях Тихоокеанского государственного университета. Так сказать, даже не без моей помощи. За 45 минут участникам необходимо было ответить на 25 вопросов. Никаких телефонов и планшетов. Все по-настоящему. Как это было, расскажет Наталья Миронова. Географический диктант – инициатива президента, а по совместительству председателя Попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина. Причина – отсутствие знаний россиян о нашей стране. При этом важно сделать особые акценты на изучении природного наследия России, вопросах экологии, рационального природопользования, охране редких видов животных и растений. Интересно хорошо ли хабаровчане знакомы с географией Родины. Чтобы проверить, мы вышли на улицы, вооружившись учебником шестого класса. Какими странами граничит Россия? Заставили так прям, пока мозг вырублен. С Китаем, с Японией по морю, с Индией не помню, с Казахстаном. Где находится Баренцево море? В тупик поставили. Ну, это европейская часть, где-то в Европе. На севере? Да, наверное, на севере где-то там. Срез знаний получен. Подобную проверку прошли и участники географического диктанта. Каждый получил экзаменационный бланк. Вопросы разделены на три блока по уровню сложности. Попыхтеть пришлось над последним, творческим. По отрывку художественного произведения необходимо было угадать название горы или имя великого путешественника. На самом деле очень интересно. Много я долго сидел, вспоминал. Ну, вообще, это хороший способ проверить именно свои знания. Мы, жители этой страны, должен каждый знать хотя бы минимальный порог. Бланки с ответами направят в русское географическое общество. Там подведут итоги. Если знания россиян окажутся ниже среднего, будут пересмотрены учебные здания по географии. Их дополнят и расширят. А среди граждан проведут различные просветительские акции. Мы, наверное, помним недоросли фан-визина, откуда пошла крылатая фраза «Зачем знать географию, если извозчики довезут». Но география – это не только то, что где находится. География – это те процессы, которые происходят на территории страны, мира. Тестирование проводится анонимно. Каждому участнику присвоен номер, по которому он сможет узнать свой результат. Итоги всероссийского диктанта станут известны 10 декабря на сайте Русского географического общества. Ну, я думаю, если кто-то напишет, то отлично об этом узнают все. Знакомые, друзья. Человек будет ходить по улице и говорить, я, между прочим, географический диктант опять написал. А вам слабо? Наталья Миронова, Илья Цапов. Для программы «Настоящее время». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!